Пасхи Несколько дней разделяет православных христиан от главного праздника – Пасхи. Несмотря на последние события, богослужения в честь Христового Воскресения пройдут во всех храмах. Правда, поменяется их формат. В этом году службы Страстной недели совершаются за закрытыми дверями храма. В них участвуют только священно- и церковнослужители. Предусмотрены прямые трансляции. Что же касается пасхального богослужения, то есть главного богослужения в нашем церковном календаре, то в связи со сложившейся обстановкой было соблюдено проводить эту службу на территории храма. То есть для того, чтобы уменьшить возможность заражения людей, для того, чтобы многие люди, которые в этот день хотят прийти в храм и принять участие в богослужении, и чтобы была возможность обеспечить между ними безопасную эпидемиологическую дистанцию в полтора метра, было принято решение проводить богослужения в церковном дворе или на прилегающей к храму территории. Накануне Великой Субботы и весь воскресный день при храмах, как и всегда, будет освящаться традиционная пасхальная еда. Таинства причастия, правда, не будет. На Пасху ночью, поскольку это все будет происходить на улице, не будет совершаться причащение мирян. И если кто-то из людей, которые держал пост и очень бы хотели причаститься от святых христовых тайн, хотят это сделать на богослужении 127, то есть им следует обратиться к настоятелю храма, в который они ходят, затянув этот вопрос, и уже каждый священник во время богослужения может совершить это таинство, таинство испытия, таинство причастия, так, как это будет уже удобно священнику, как и будет удобно прихожанам. Служба пройдет под открытым небом, поэтому богослужение будет сокращено. Настоятели храмов просят прихожан проявить заботу о себе и ближних и посещать службу только при хорошем самочувствии. Напомню слова апостола Павла, что распоряжаясь вот так своей свободой и своей свободой веры, и, собственно говоря, осознавая то, что действительно мы живем для века будущего, нужно всегда, вспоминая слова апостола Павла, заботиться и о тех, кто немощен. Ведь мы своим таким помещением можем соблазнить тех, кто не в столь силен вере, и, посмотрев на нас, может просто соблазниться. Кто-то соблазнится тем, что вот там люди не заботятся о ближнем, и не заботятся о том, заболеет ли кто-то рядом с ними или нет. Кто-то будет говорить, что мы подаем правой пример и еще что-то. То есть вот, чтобы не давать повод к такому соблазну, нам все-таки нужно очень трезво посмотреть к тому, как часто и как долго мы будем пребывать в храме. Как отмечают священнослужители, Пасха состоится несмотря ни на что. Будет служба проходить в храме или на прилегающей территории, само событие воскресения Христа останется неизменным. Дорогие братья и сестры, в первую очередь позвольте вас поздравить с наступающим праздником Светлой Пасхи, с праздником праздников, с днем, когда мы все с вами воспеваем возгрешившего Христа, его победу над смертью и тем самым его дарование нам свободы от греха, от проклятия и от смерти. Позвольте вас поздравить, пожелав вам искренней пасхальной радости о Христе возгрешен. Позвольте пожелать вам здоровья, пожелать мира вам, вашим близким, вашим семьям, чтобы все то доброе, которое мы связываем с этим днем, с этим великим христианским праздником, не покидало ваши сердца. Чтобы те обстоятельства, в которых мы сейчас вынуждены находимся, не затмели для вас самого главного, что мы видим в церкви и в церковном богослужении. Радости Христа, спасения и вечной жизни, чего искренне вам всем желаю. С праздником вас, дорогие! Христос Воскресе!